Всем привет! Сегодня готовим вкусный сладкий пирог. Будем готовить пирог ватрушку, ягодный. Использовать я сегодня буду малину. У меня свежемороженое, я ее заранее разморозила. И так на сито отложите, чтобы вся жидкость максимально стекла, и можно взять компотик. А ягодки буду использовать. Можно использовать любые ягоды по сезону, берите свежие, тоже вкусно. Два яйца, если слишком мелкие яйца, возьмите три. Но это значит, они у вас должны быть прямо совсем не пусечки. У меня средние, поэтому беру, как обычно. Теперь сольки, сахарок, сразу весь добавляем. Добавляю разрыхлитель. Все вот так перемешаю. Значит, сметана. Сметану возьмите самую густючую, какую найдете. Прям вот такую вот нужна, густая сметана нужна. Если слишком жидкая, больше муки у вас понадобится. Поэтому тут смотрите сами. Если жидкая сметана, просто будет больше муки. Перемешали. И еще сливочное масло. Кусочек сливочного масла разогреваем. Добавляем растопленное сливочное масло. Со сливочным маслом, конечно, тесто просто очень вкусное. Масляное, как кексовое. Я буду делать классический пирог без добавления какао. Но если вы хотите шоколадный вкус, вы можете просто от общей нормы муки убрать ложку или две муки и добавить столько же, какая у вас будет шоколадная. Теперь засыпаем муку сразу всю и смешиваем. Можно, кстати, просто ложкой. Тесто вкусное получается, как крем. Так, все. Теперь берем форму. Я беру форму диаметром 20 сантиметров. Вы можете взять любую по диаметре форму. И 22, и 24. Просто тогда у вас будет ниже пирог, чем мой. А я хочу, чтобы он был такой высокенький. Но чем меньше форма, тем дольше оно будет пропекаться в духовке. Учтите. Бока и дно пергаментом теперь соединяем. Теперь творог. Подойдет любой творог. Смотрите. Видите, вот любой. У меня вот такой. В него я добавляю сахарную пудру и ванильный сахар. С ванилькой круто получается, вкусно. Перемешиваем. Значит, буквально столовую ложку сахарной пудры. Ну, максимум две. Потому что тесто сладкое. Если будет слишком сладкий творог, не будет контрастности. В ягоду тоже не добавляю никакого сахара. 100 грамм сахара в самом тесте предостаточно. Все. Теперь духовка к этому времени должна быть разогрета. На 180-200 градусов собираем пирог. Из теста нужно сделать сначала бортик. Видите, тесто вот такое вот у нас. Поэтому сначала к краю формы. Вот так вот по ложке отправляем вот так вот тесто, чтобы оно дало край. Край у нас готов. Теперь что я делаю? Ложку теста. Просто вот так в произвольном порядке. Куда попало, туда попало. Теперь творог. Вот смотрите, творожок вот так вот распределяем во все пустоты, чтобы получился такой вот, видите, заполнить дно. Так, теперь берем ягодки. Ягодки без лишней жидкости. Вот так вот раскидываем. Можно взять любые ягоды. Теперь в серединку больше отправляю тесто, а на края отправлю больше творога, чтобы было так равномерненько. Получится такой, ну, по виду и по вкусу кексовый пирог. Как кексики творожные, знаете, такие вот есть в продаже творожные кексики. Они очень вкусные, они прямо творожные-творожные и сочные. Вот этот пирог получается точно такой же. Теперь отправляем творог. Смотрите, по краю творог. Итак, у нас в серединке краешки в твороге. Вот так. Теперь оставшуюся ягоду. Знаете, с чем вкусно этот пирог? Со смородиной и вишней. Очень вкусно получается. Вообще, любые ягоды по сезону подойдут. Теперь ложечкой вот так вот распределяем остаток теста такими плямами. Чтобы и творог немножко остался виден, а тесто оно потом распределится при выпечке. Вот так. Все, и оставшуюся ложечку положу в серединку. Теперь в разогретую духовку, прям вот в таком виде, ставим пирог. Готовится он 30-35 минут. Очень быстро. Тут главное, чтобы творог запекся. И сделайте так, чтобы он не горел. Если духовка подгорает, 175 градусов делайте. Я буду печь на 180. Вот у меня было 200. Я чуть-чуть уменьшу температуру и буду ждать. Пирог приготовился. Достала его. Отнесла на балкон, чтобы он остыл. Он поднялся под самый верх. Эти творожные штуки, они все немного оседают, когда остывают. Подождем полчасика, чтобы остыл. Я сняла формочку по бокам. И сниму пергамент, чтобы вы посмотрели. У меня пошел дождик. Поэтому я сейчас вынесу с балкона. Но вы посмотрите, какая красота. Оставляю, чтобы остыл. Все творожные такие штуки должны остыть. Пирог постоял где-то 30 минут. Остыл немножко. Теперь давайте разрежем. Посмотрим, какой он вышел в серединке. Вот это творожная сказка. Итак, вашему вниманию пирог ватрушка. Ягодная причем. Пробуем и пробуем, когда пирог остынет. Это важно. Творожные все штуки пробуются остывшими. Такой себе десертик до кавы. Слушайте, вкусное тесто. Знаете, на что похоже? Как творожные кексики у нас такие продаются. Они продаются в бумажных таких упаковочках. Снимаешь, а он прям такой творожный. Ну, прям тает во рту. Сочный, вкусный. Вот это он. Только большой и с ягодами. С ягодами очень круто получается. Вкусно, с малиной. Мне нравится со смородиной. Найдете смородину, делаете. Просто, когда смородина свежемороженая, она может много влаги давать. А свежая смородина, она просто ммм. Пробуйте. Заваривайте каву. И наслаждайтесь. Когда приготовите, обязательно напишите отзыв. Хочу знать, насколько вам понравилось. Потому что я уверена, что вам понравится. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю. Бывает и папа.